Всем привет! С вами Дима. И сегодня будем говорить про то, почему кто-то для нас, кажется, поет хорошо, а кто-то поет плохо. И эта тема достаточно обширная, поэтому мне нужно ваше мнение в том числе. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Сейчас давайте обсуждать. Перед этим подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на онлайн-уроки. И что по поводу красиво поет или некрасиво поет певец. Мне хочется сначала рассказать одну постоянно повторяющуюся историю, которая происходит с моим дедом. Он любит музыку очень сильно, он слушает много разной музыки. И это классика, всякая советская эстрада. Он знает очень хорошо эти песни, он знает точно свой вкус. Потом, что получается, когда он начинает слушать ту же песню, которую он знает, но в другом исполнении, он сразу говорит в большинстве случаев, что «А, тут плохо, тут не так, тут вот что-то, какой-то мотив другой, тут как-то голос не так звучал». И дедушке уже не нравится. И я очень часто такое замечаю у большинства людей, то, что они привыкли к чему-то одному, и когда слушают что-то немножко на это не похожее, они сразу воспринимают это как что-то плохое и говорят, что нет, этот вот плохо спел эту песню. Вот хорошо поется она на самом деле только у того певца, у которого я ее люблю слушать. И тут уже какая штука. То, что когда ты знаешь много музыки, и ты варишься в этой всей системе, не только в пределах одного певца и одного стиля, ты начинаешь понимать, что «О, вот этот певец реально здорово поет, но, скажем, шансон, этот здорово поет, но оперу». И как можно сказать, что этот поет лучше этого? Допустим, вот представьте, если, скажем, какой-нибудь эстрадный певец будет петь оперную музыку. Конечно, будет плохо, но эстрадную он поет хорошо. И дальше уже стоит поговорить о вкусовщине и объеме этой вкусовщины. То есть, если мы слушаем мало музыки, выбрали там несколько групп и знаем только их, и всех остальных меряем только по этим группам, то, конечно, это очень необъективно. И зачастую люди, которые слушают мало, они считают, что их слух конечен на сегодня. То есть, если уж эта группа хорошая, то она как бы хорошая. Но на самом деле все работает не так. Я четко знаю, что через полгода я буду слышать еще больше, понимать еще больше. И я посмотрю на себя прошлого, ну, как на такую немножечко угловатую версию. И это нормально. Ровно так же и с музыкой, которая абсолютно разная. Я знаю, что я не понимаю вот этот стиль. И я не понимаю, что делает этот певец. И потом, с течением времени, я начинаю в этом все-таки разбираться. Я начинаю слышать те нюансы, которые слышат другие люди у этого исполнителя. Основная идея в том, что слух и вкус, он развивается. И ставить в абсолют какого-то одного певца, какую-то одну группу. Очень глупо. Опять же, в каком стиле, допустим, работает этот исполнитель? Вот там он классный. Или здесь он классный. Дима Билан классный в эстраде. Там Хворостовский классный в опере. В роке классно поет Кипелов. И их странно сравнивать с позицией того, что О, а вот все-таки Кипелов поет лучше, чем тот или тот. Ну, по каким параметрам? По параметрам рок-музыки? Тут еще можно поспорить. И там тоже есть вкусовщина, да? Но если людей из разных стилей сравнивать, это очень странно. Допустим, вот Высоцкий, да? И условно Кипелов. Кто круче поет? Вот представьте, если бы музыку Высоцкого спел Кипелов. Звучало бы очень странно. Звучало бы не так, как мы привыкли. Это было бы вне контекста. Не звучало бы, скорее всего, вот прям как такая бардовская песня. И ровно так же наоборот. Неоправданно будет, если Высоцкий будет петь песни Кипелова. То есть тут уже стоит, конечно, оценивать певца в пределах его стилистики. Хотя бы. Или вот этих вот певцов, которые в этом стиле находятся, да? Эстрадников с эстрадниками. Там бардов с бардами. Рокеров с рокерами. Это хоть как-то, но объективно. Но в принципе, конечно, можно оценить исполнителя по некоторым параметрам. Даже если они в смежных стилях находятся. Ну, конечно, это грубое. Это жестко, но это правда. По аудитории. Если аудитории нравится, и она есть, значит, что-то в этом исполнителе есть интересное. Не обязательно, кстати, это голос. Не всегда. Певец может быть просто с очень сильной харизмой. С очень своеобразным, необычным голосом. И не всегда он звучит правильно, да? Сейчас, допустим, если послушать Геопику, неужели он правильно поет? Вот поет человек шансон. Нет, но голос потрясающий. Там он такой необычный, такой своеобразный. Одновременно с тем мы берем Меладзе, берем Кипелова. И они поют абсолютно чистейшим тембром. И они тоже певцы. Они тоже круто поют. Но тут уже прям тембром. Из этого исходит следующая тема. Кто-то поет просто чистым голосом, чистейшим. А кто-то поет с какими-то примесями и приколами в голосе. Какими-то, можно сказать, артефактами. И от этого уже идет какой-то своеобразный посыл этого голоса, который ты хочешь послушать еще, еще и еще. Вот я бы даже поделил певцов на вот такие вот лагеря. Кто поет тембром или кто поет каким-то навыком. Потому что у кого-то от природы просто очень красивый голос. Вот прям максимально. Ему не нужно ничего придумать. Ему не нужно там добавлять какую-то хрипоцу. Добавлять какие-то очень легкие, тона мягкие. Просто свой голос, когда человек поет, звучит круто. Вот опять же, Меладзе сюда. Антонова сюда. Вообще, старую школу можно прям вот сюда добавить очень-очень-очень мощно. Даже Киркорова, которого не все любят. И я бы про это записал видео. Потому что Киркоров поет хорошо. И голос у него красивый. Ну, конечно, в силу всего ореола, который у него есть, да, как это все выглядит, какая подача идет из СМИ, то, конечно, можно сказать, ааа, какой плохой певец. Но Киркоров поет очень здорово. И голос у него чистейший, красивый, очень много оттенков. Вот. И, допустим, вот, кстати, смотрите. Если мы сравним Лепса, который поет с хрипотцой, поет с микстом, с высокими нотами. Очень такой едкий у него звук тванговый. И мы возьмем действительно того же самого Меладзе. Они же очень разные по тембру, да. Если у Меладзе это звучит максимально натурально, то у Лепса слышно, что он что-то сделал со своим голосом, чтобы он звучал манерно. Ну, и того, и того мы узнаем. И тот, и тот нам нравится, но каждый по-своему. Опять же, вы сейчас можете протестировать себя, если вы подумаете, ааа, вот этот все-таки лучше поет. Значит, вы недостаточно объективны и считаете, что ваш слуг сегодня конечен. Каждый интересен, но по-своему у них разные приколы. Из последнего хочу сказать то, что певца определяет только его тембр. То есть, когда ты слушаешь какую-то песню по радио, если кто-то еще слушает радио, я не знаю, то вот тебе нужно буквально несколько нот, и ты знаешь, что это этот певец. И тогда у него есть свое вокальное, музыкальное лицо. Певцу платят за тембр. Лепс узнается с первых нот, моментально. И поэтому он котируется. Конечно, здесь и трудолюбие, и удача, и музыкальность, образование. Все вместе сработало связи. Но, тем не менее, певцу платят за тембры. Если бы не было тембра, это бы не узнавалось. Здесь можно поспорить про всяких певцов по типу безголосых. Да, опять же, сюда можно добавить бузовую, инстасамку. Но, по сути, они не поют голосом вокальным. Они поют просто разговорным, обычным. И он как-то, в принципе, узнается. Мы же можем узнать нашего друга Петю по телефону. Ну, вот тут то же самое. Но есть ли красота в этом голосе? Это уже следующая штука. Тут можно поговорить и про репертуар. То есть, если ты работаешь в репертуаре, который тебе подходит и который тебя дополняет, то, конечно, даже если у тебя голос не очень хороший, он все равно может здесь прозвучать за счет репертуара поинтереснее. И, кстати, про подбор репертуара это очень важная тема. Кроме того, что у тебя голос красивый, ты еще должен куда-то его применить. Я четко знаю, что мой голос работает хорошо не во всех стилях. Да, мне нравится попеть то-то-то, но, вот скажем, в блюзе он звучит хорошо. В опере мой голос звучит хорошо. В эстраде, вот прям эстраде, не везде, не все подходит под мой голос. Под 60-й, там Фрэнк Сенатор, вот всякое такое, мой голос прям срабатывает. Самый прикол, то, что у меня получается хорошо петь шансон. Но я не очень люблю петь шансон. Ну, вот просто фактура голоса вот такая. И это нужно знать, это нужно учитывать. Пишите, что вы думаете по этим поводам. Я здесь поднял несколько тезисов по поводу объективности и субъективности восприятия певцов. По поводу того, что певцу платят за тембр. И все это тоже обуславливается репертуаром, который может усилить или, наоборот, развеять твой голос вообще полностью. Пишите, будем обсуждать. Подписывайтесь на канал, приходите на онлайн-уроки. Буду продолжать снимать дальше такие разговорные видео. Не знаю, можно записать правду по поводу Киркорова. Как-то мне так за него обидно. Он красиво поет. Все говорят, ааа, плохо, плохо, плохо. Мне очень любопытно посмотреть, узнать, каких певцов эти люди слушают. Так что всем хороших вечеров, вкусных чаев. Пока-пока.